Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, и вот я показываю вам, знаете что? Я вам показываю молодой саженец, который умудрился проскочить между двумя заморозками А он интересен, знаете, чем? Он интересен тем, что я понятия не имею, что это такое И только когда плоды будут Ох, это самое Вот тот день, когда я делал нет, не эту фотографию, а еще раньше вот тут, вот к этому относится, в этот день на Корсике в Босте выпал снег огромный, почти полметра а Корсика посередине Средиземного моря, то есть там курортный сезон это я к тому, что если уже там такое творится, надо готовиться к куче временам а готовиться как? Тот же мой совет как там самое, бери больше, кидай дальше так и тут, бери больше, сади больше, сади больше, сади больше нету другого пути, нету так совет выслушали добрый вечер, смотрю ваши уроки по статификации может вышлите мне кучик, который собираетесь выкидывать, все равно уже выкинете ради эксперимента, ну вообще немножко конечно цинично, сказать бы ну продайте за полцена за треть цены или хотя бы там оплачу пересылку вот ну и так далее а у меня получилось в этом году ну как останутся, ну возьмем те же абрикосы вспомните, сразу после нового года кончились культурные косточки урожайчик-то был дохненький, видели мои фильмы за восемнадцатый год, правильно? вот, а эти дожили до весны и сейчас получилось смеяться будете, только сегодня разговаривал вчера и сегодня с Брянском пришлите все, что осталось из этих кочек абрикосов, манчжурских сыновей ну и что? 14 штук лежит самое последнее, они не взошли вот, песок уже подсох вот их-то все, что есть так что извините те косточки, эти самые потом были у меня косточки я вот жаль, так же олени сделал фотографию приезжал ко мне товарищ из этой самой деревни деревни, деревни тут недалеко, сейчас скажу деревня знаменитая, там когда-то жил знаменитых садовод сейчас скажу Бондарева, во! так вот купил у меня семян на полторы тысячи и у меня еще я достаю баночку с косточками вишни войлочной там их лежало штук 500 и все были раскрыты ну в какой степени, что садить можно то есть, как будто вот редкий случай когда не в разное, не в разнобой а одновременно и я эти 500 косточек ему за 500 рублей продал вот пару рублей за косточку я ему говорю все равно когда-то вы начнете с питомника вот вам готово этот потому что в Сибири, Россия она без войлочных вишен как можно, это невообразимо земостойка, морозостойка рана плодоносит в июле обжираемся плоды съедобные в отличие от просто вишни съедобнее вот растет кустом не надо ее не обрезать ничего, вообще не подходить не надо она растет так, как растет допустим, сирень посадил, забыл вот или там хрен посадил, забыл так же точно вот, вот 500 штук за 500 рублей и ушло в Вондарево так что этих не осталось вот так выглядят это была середина зимы я вам показывал я с этого начинал да, это все продано но сказать, что тут много не много а вот то, что осталось из этих самых полно у меня сухих семян сухих курсовистских груш полно ну, когда начинал сезон у меня была литровая банка они же мелкие там, тысячи а сейчас еще полбанки но сухие а сухие у меня не берут потому что до следующей осени только когда осень начинается у людей обострение так называемое первое и весной второе обострение я в хорошем смысле я сам фанатик я сам такой же из палаты номер 6 вот так вот и получается что вот это все, что осталось ну, что я вам вышлю думаете, жалко, что ли к тому же фамилия мне знакома значит, наш человек а вот здесь я их брал представляете ресурс, который выращивал уссурийские груши вот они скажите, что это не уссурийские выращивал их не для не для того, чтобы мы могли их использовать даже как подвой просто как декоративную культуру осенью красоты необыкновенные ярко-красные листья у нее я показывал погоните ну и что никто вообще не покупал их каждый год садили однолетние саженцы запахивали прям шел трактор с плугом без следа они небольшие вырастают первый год даже до колена не достают и запахивал и каждый год начинал у них коснастное предприятие у нас в стране все так было высадил вырастил закапывал полил пришла пора запахал вот ну а я успел успел а почему я вам говорю про эти смотрите ну эти ладно кончились извините я бы рад выслать но не могу нечего а вот это вот я пишу остались сухими получается ну абрикосы сейчас считайте их нету потому что ой путаю с этими сырыми сухие я вам показывал фотографии там банки они до сих пор лежат вот таких у меня несколько сотен а они лежат следующего рожая так и вот таких у меня несколько сотен они сухие они абсолютно их сейчас можно у меня даже ловите на сою по десятке за штуку брать так так же как слева китайки по десятке вишни штабовые сухие груши уссурийские орех манчжурские яблони пипят пожалуйста по десятке осенью то будете брать абрикосы по 30 почему сейчас не взять и в холодильнике так же лежать кто-то под осенью высадит у кого денег хватает тот разделит на две кусочки побольше закажет половину высадит осенью половину весной и уже две корзины с яйцем что-то будет вот видите как я красиво умею рассказывать а толку вот вот эти почему я еще раз говорю мне бы надо сейчас продать их потому что будет следующий урожай теперь я точно знаю что абрикосы будут вон они ну видели цвели вот китайки их убить невозможно цветут бойным цветом вишнесибирская штампа ой у меня сейчас еще в этом следующий раз покажу я же сегодня делал фотографии этих цветущих деревьев что они болтун там белого цвета не видно из-за цветов это вам не европейская Россия где из-за этих дебильной обрезки уничтожили обрежут изувечат покрываются листья грибами тут же больные несчастные коллеги покрываются грибами начинают бороться с грибами продолжают уничтожать ветки поливать огромная индустрия в летать вещь я покажу не только у себя я уехал фотографии дел какие вещи если к ним не подходить вот где дремучий народ кто ни одной статьи не прочел вот у них они и растут короче еще раз хотите сэкономить кто-то может купить прямо сейчас пока есть такая возможность пока такая цена десятка вот это очень интересное письмо так сколько прошло времени сейчас почти 40 минут так 5-минутный перерыв впереди ну для того интересное письмо потому что мне нужно проявить всю фантазию все все свои знания чтобы ответить на него вот почему происходит а я должен ответить я отвечу что не не я не нет здесь вот он говорит Продолжение следует... 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 веществ которые находятся непосредственно в теле кроны вот в этих толстых весах просыпается бывает зацветает а потом умирает ну подводим к идее что виноваты корни вначале любуемся целиком смотрите посадка по железу глаз не оторвешь газончик все не тронуто все прекрасно есть этот нюанс надеюсь что я ошибся потому что если я нашел это это может быть одна из причин допустим привита и биологическая несовместимость достаточно расстройка дерево знаменитый этот сам джеми челинскими назвал все хорошо вот тогда может быть миновато вот это металлити если это металлическая то вот эта металлическая конструкция зачем она я не знаю честно признаться если она держит дерево или держится за дерево но она вбита в землю и тогда сразу нарушается вся эта целостность то есть вот она защита от мороза которую эти самые феи уничтожали видели корни огорели сдуру подчеркиваю сдуру а здесь могло корни быть замерзнуть есть вот эти вот палки металлические и уходит глубоко под землю то есть мороз вот так туда проникает по ним теперь это еще не все я пытался понять давайте смотрим сюда владимир знаком у него тоже самое один нормальный другой спит ладно вот проснулся в августе но если в августе проснулся это уже не жилец так теперь возвращаемся к названию итак академик от сергея надо понятно привит на манджуриц дураку ясно вот что на манджуриц раз сибири пришел вот абрикос из мичуринска я набрал вот так смотрите вот так и делал и что вы думаете нарываюсь на один частный питомник на другой частный питомник на 3 частный питомник и нигде не вижу этих абрикосов и все из мичуринска тогда я набираю там же это сама академия настоящий академия а мы настоящий на встрече не бывает это же мичуринска ну и чего я искал абрикосы ведь это же надо иметь что маточный сад вот такой как я вам показывал я вам показывал как я уничтожал маточный сад помните ветки отрезал я от рации более ветки целиком отмирали вот это они должны были делать а где-то они среду где у них абрикосовый сад крупнейший ученый который жил хозяйством соседней области рядышком там чуть правее вот написал что помните фраза та которую я сделал знаменитый его на я так вы уже не заметили бы воронеж курск северные абрикосы можно писать по пальцам вы где кто вырастил для вас вот этот абрикос из мичуринска хотите скажу молдаване вырастили таджики вырастили тогда что получается дать для них даже ваш климат даже ваш климат оказался совершенно не подходясь абсолютно ну и вот результат смотрите вот это академик так это еще не все в редкости здравствуйте прошла еще неделя мичуринский так и не проснулся хозяйка сказалось пилить его и засохшие волочную вишню ее манилиоз высушил вот видите как даже у вас вы вроде бы уже мы с вами единомышленники казалось бы а еще осталась та самая пречка манилиоз вырастили не высушил он ее сперва она заболела и на больной накинулся я еще раз вы знаете я вот такой натуропат что ли хотя я сам не знаю что такое натуропат слово означает ну примерно что такое вот у меня не было уже мне лет довольно много и у меня пошли белые пятна по всему телу я не мог раздеться на пляже стыд был страшный большими такими пятнами ну я к этому мне правда вылечил этот как он называется герматолог даже не за один год удалось вывести а очень просто говорят у вас больная кожа как больная я же ничем не болел нет у вас вашей коже слабая кислотность вот и грибы цепляются это грибок там взяла там лупу пошарилась поскли поскаблила мою кожу газета грибок назвала я что за грибок там разве запомнишь ну вот то что у них манилиоз то у нас просто у меня у кожи слабая кислотность ну и дальше я вы хоть и не этот всего лишь школьную программу помню химию физику я уже прекрасно понимаю я понял что раз кислотность низко значит цепляется как это самый грибы а зачем вы хотите когда из вечера это где дерево ввечат а потом увеченные деревья больные продают уже вам вот а потом чего удивляться все а грибные болезни не причина ни один гриб из миллиардов если брать чего что он появился как единица там с этого со споры допустим с какой-нибудь там это вылез ни один гриб никогда не съел ни одну живую клетку это еще один из там 200 300 сбился счету моих этих постулатов ни один гриб не съел ни одну живую клетку не валите на нее свою дурь вот и все я сейчас в данном случае не про вас говорю а про тех кто научил это самое уничтожать 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 деревья они начинают болеть после этого на них накидывается всех всякая зараза на больные деревья потому что они были не знают они по запаху как медведь находит по запаху это самое пока свежий продукт он ходит голодный запахло за километр тут же прибежал так нет падали так это такая же падали только зачем было делать эту падали так академик чувствует себя хорошо за неделю плодики выросли так сегодня волосы вишню спилил кстати штамповая все я и забыл что я это даже выделил она была штаба какой к черту штамповая ну я уже не могу посмотрите у нас волосы вишня ой я не готовил это да когда же я все вам расскажу я сделал десятки фотографий волосы вишня сведений в этом году та которая сама выросла нету в штампа нету ну чё опять кричу ребята вы все еще не все отключили ящики жду вашего ответа на загадочное явление так как мог рассказал короче самое 90 процентов что хоть вы купить могли питомники вот но никакой это не абрикос товарищ не из этого не заходили а из мичелинска халтурщика хватает вот ну и так далее в общем я как мог ответил долго эмоционально отвечал все вот кстати ну чё пусть как этот говорил плите мне в глаза и если это мальчик так вот то есть девочка так вот это из это из бессмертные книги фраза так вот значит плите мне в глаза если это не академик тут уж не серега не обманет я всегда говорю ребята не 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 ловите меня на это не подозревать его обманет а у меня прям по радио по телефону или в письме но вы уже настолько особо ну хоть вы не обманите я говорю где же я его возьму для обмана саженцы мне что специально дикарей надо вырастить у меня даже манжурцы не привитые это шедевры даже не привитые так теперь это у меня кто же это или это уже следующее а мария сеземова давайте-ка вас прочтем это будет следующее письмо так яблони поливала на сибирке закрытой корневой системой в начале апреля я специально показал вот эту вашу фотографию видите у вас крутоватый все таки учеба критика у вас крутоватый холмы знаете как быстро высыхают это потом конечно хорошо на первом этапе ой как вот сырых районах чем хорошо вот все таки меньше гниет потому что в сырых районах даже корни могут гнить а здесь такая тем более изувеченные пересадкой корни вот потом раз это самое размажите жаль я тогда не успел показать фотографии тоже критиковал потом вспомнил фамилию так вот а потом мне прислали снимки что это было первоначально потом так размазаны холмы и само то сильно пересыхает поэтому имейте это ввиду так теперь саженцы железоотменного кальция таких еще не встречал ни на одной ярмарке но я же говорю что лучший питомник в россии вот теперь вы уверены что ваша семья будет обеспечена посмотрим так что то еще было тут вам еще учиться и учиться конечно каменскуральский это вы считаете сибирь да ладно у вас еще все впереди пока я смотрю так а вот это когда она я для чего тут она упомянула прививку на сибирь вы что что вы эту самую как вы могли как вы имели право а какое имели право поливать на сибирку на уссурийку вот запрещено я разговаривал тогда это и сейчас могу говорить потому что ничего криминала нет иногда фамилию называю байкова галина николаевна мы с ней дружны 25 лет не меньше вот помогала сергею диплом делать кстати у нас этот агроном только вот никому не нужен агроном так и будет на пенсии шоем саду работать человек как частное лицо вот а а я спрашиваю вы сибирьки спорите на прививку она говорит нет ранетки а где берете нам присылает то есть мне не понравилась сама идея что ранетки надо брать семена где-то в другом месте они к ним приходят они выращивают из них саженцы а потом на них привает а вот это вот я как бы я не критикую это юлиси лисе 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 это вот принятая практика она нет ни хуже не лучше вот но тут экономится год вот поверьте вот эту вот фотографию я сделал вчера так они привали еще по снегу видели прям снег валила их привали вот под бутылками они быстро пошли в рост видите как вот это есть то самая эффективность то есть именно они а фотографии то видели со снегом а именно они вызревают до зимы и потом их опять будут говорить что ваши живы а те мичелинские мертвы почему привиты на сибирку не просто процент схожести приживаемости видите внимательно смотрите видите да то есть я болтун и вот этот который я не болтун говорю клянусь богом что все по двое сибирки взяты из тайги на много-много километров сергей взял выкапывал вот привозил и прививал и что правильно сибирки совместимы почему потому что веточки взяты с деревьев которые до этого выросли на сибирках и вот таким путем как право этим левое ухо чесать правым этим рукой и как-то вот таким путем хитрым чуть не сказал через ад но это будет конечно вульгарно пришли мы к чему полной биологической вместимости не ранецки которые имеют в себе гены культурных а значит на них приживаемость высокая а вот эти сибирки у них плодики посмотрите на свой мизинец ноготок увидели вот с такими плодиками дикари из глухой тайги привезенная а на них привиты еще раз это учеба ветки взятые с и деревьев привитых на сибирки а вы видели какие плоды получались а вот так вот вот это и есть учеба то есть вот таким путем в левом ухом правым этим рукой вот то есть мы идем вот таким путем нашли способ а теперь когда у них совместимость стопроцентная по морозу по барабану я бы не цветут цветут пусть 40 градусов морозов привет моя лучшая ученица так почему здесь все фотографии этого дерева мы фотографировались лет пять назад да это та самая маньчжуриц зачем она здесь это маньчжуриц просто она не случайно тут она показывает размеры дерева но в данном случае не на юре вы должны любоваться она маньчжуриц а почему потому что я как бы продолжаю тему разговора чем я могу объяснить что саженец тот живой этот мертвый вот это прививка моем саду делалось 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 вот видите точно так же абрикосы вот тот саженец найдите рану кроме того что здесь торец вот здесь вот выше не вошел фотографии маленькая такая рыночка получается которая потом исчезает вообще без сюда ведь сколько я показывал по моему антон валяйович ваша работа это вы мне туда просили найти фотографии где прививки у взрослых деревьев оказалось что нигде прививки почти не видно а на многих она все бесследно исчезло вот и последнее я как бы к этому подвожу я не могу в двух словах вот вот нашему другу видите александру я объясняю последнее если вы брали этого вот этот саженец то он привит как улучшенный капулировка я даже не проверяю сто процентов а этот я думаю почкой если он вообще привитый почему потому что в европе прививать лучшими капулировкой а я показывал как коричься деревья правильно показывал вот а сколько получается с метровой ветки у нас парочка парочка основной выбрасывается потому что дальше не полноценно идут а можно было взять если там почка прививка то каждая почка это не каждое дерево поэтому уже говорили вот и сравнивайте теперь почему одно дерево живо другого нет так два часа прошло ну что друзья вы наверно устали ну и получилось так что я собирался еще это примерно треть или четверть того что я только приготовил но полчаса 37 минут ушло на богослов на богоискательскую тему извините вот я хочу чтобы в иерархии наши перешли в наступление вы представляете еще пару минут буквально я не могу успокоиться из-за чего берут для того чтобы как-то это или заплатят что чтобы они метрополиты там и эти ну разного уровня там иеромонахи или там я не разбираюсь в их иерархии епископы чтобы против них сидел какой-то наглец вот цитировал библию вот и пенал их и пенал а они мальчики или им заплатили за то что за участие в этих передачах платят на немалые деньги вот хватит надо переходить в наступление весь мир сплошная загадка днк какой к черту мичурин сложность днк не в два чтобы там за 20 миллионов лет даже за 200 миллионов лет за триллионы лет невозможно ну тогда получается не было никакого взрыва просто заглянуть вот в эту кухню посмотреть как как внутри как она не функционирует это самая молекула днк триллионы раз то есть это вообще вечность это неизмеримо это я просто не могу понять как можно уступать уступать вот этим наглым хамом которая называет себя атеистами ребенок мой когда этот сейчас пойдет в школу чему его научит а мы с ним сегодня букашек этих же самых фотографировали я бы целую школьную программу создал бы чтобы люди с дети с благоговением смотрели на деревья вы знаете что вот абрикос вот он растет перед нами вот на фотографии его оторвешь плодушка мертва кто об этом знает упадет он ранка это самое за это затягивается и соседняя которая в миллиметре почка которая даже на следующий год вызреть на следующий виде плода тогда она целая оторвете соседние все мертвы об этом кто-то знает природа для чего это все предназначила она расточительна она вот столько плодов сделала только для того чтобы только одно из них выросло в такое же дерево а нам что нужно вот эти не сотни косточек посадить чтобы на дерево выросли так что там интересно дальше пойдет дальше еще поиздеваясь вовы да над кем поиздевая о его мою так хотелось бы все это вам рассказать темирязевка продает абрикос успеха конечно они его это сами вырастили они его сами создали ну подумаешь фотография моя десятилетней давности ну что вы темирязевцы а я же вам говорю берите меня к себе давно надо сейчас уже сейчас еще и не соглашусь чем вы думали ведь это действительно было бы темирязевка только тут бы не успех был бы а это может быть другое название а